Самарский проект «Соколь и горы» среди победителей престижной премии в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта». В 2015 году в гонках участвовало всего 100 человек. В этом уже 500 спортсменов вышли на старт дистанции 10, 17, 34 и 51 километр. Широкая география участников – две страны, 39 регионов России. Начав заниматься этим марафоном 6 лет назад, мы никак не ожидали, что есть такие премии. Мы просто делали свое дело, хотели продвинуть свои события, продвинуть спорт в Самаре и Самарской области. Еще одна победа у Самары в сфере культуры. Бронзу как лучшее культурное событие взял фестиваль «Седьмая симфония», посвященный творчеству композитора Дмитрия Шестаковича с участием артистов Большого театра. Особенно тяжелые номинации, на мой взгляд, это номинации «Спорт и культура», потому что проекты все знаковые, они крутые, они привлекают туристов. Поэтому соревноваться и защищать среди лучших из лучших – это большая честь, тем более отстаивать городской вокруг Самары. Всего в финал национальной премии в области событийного туризма «Раша Ивент Эвордс» прошли 262 проекта из 60 регионов страны, 10 из них – самарские. За право провести у себя на территории финальные мероприятия премии ежегодно борются разные регионы России. Для Самары и нашего региона это дополнительная возможность наладить партнерские связи с соседями. У нас есть огромный потенциал, это и природные ресурсы, это историко-культурное наследие, это огромное количество событий, проводимых на территории нашего города. Подобные события, безусловно, способствуют реализации данного потенциала. Для участия в стратегических сессиях и церемонии подведения итогов в Самару приехали около 300 гостей, в том числе 30 ведущих российских экспертов в сфере туризма и гостеприимства. Одно из знаковых событий – подписание соглашения между Самарой и Нижним Новгородом о туристическом сотрудничестве в планах совместной семинары, выставки и обмен опытом. Наши города очень похожи, они находятся на Волге, мы все жители по Волжье, и поэтому развитие туристского потенциала – это не только развитие экономики, а в том числе развитие лояльности жителей города к самому городу. Для нас очень важен деловой обмен, промышленный обмен, обмен предпринимательскими идеями. Russian Event Awards выходит на новый уровень. С 2020 года туристическая премия станет международной. Это теперь будет международная туристская премия в области событийного туризма, потому что уже буквально вчера, позавчера мы получили запросы от Болгарии, Монголии и других стран, я уж не говорю о республиках бывшего Советского Союза, которые готовы присоединиться. Всего победителями престижной премии стали 8 самарских проектов. Это фестиваль «Молодые комедиографы» в гостях у Ильдара Рязанова, фестиваль «Цветущая Самара», молодежный форум «Иволга», форум «Турпритяжение», арт-объект «Кошка, хвост трубой». Гран-при номинации «Лучшее средство размещения для проведения тур-события» получил отель «Лотте». Лариса Шалафаст, Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов, Максим Гусев. События.